МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На базе ВВС в Сирии произошел взрыв. Карен Григорян установил новый мировой рекорд. Ереван – город жизни. Видеоролик израильского телеканала об Армении. Арцах официально готов к открытию седьмых паноармянских летних игр. Паноармянские игры будут сопровождаться богатыми культурными и спортивными мероприятиями, которые в эти дни будут свидетельствовать о нашей целостности, национальных ценностях и традициях. Делегации из городов Западной Армении, Сосуна, Вана и Тигры Накерта также примут участие в седьмых паноармянских летних играх. Делегация состоит из 160 спортсменов. От имени себя и Национального совета Западной Армении президент Западной Армении Армен Акабрамян желает нашим спортсменам успехов, ожидая честных соревнований и побед. Участием в паноармянских играх Западная Армения вновь объявляет всему миру, что она жива. Напомним, что церемония открытия состоится 6 августа в 9 вечера на главном стадионе Степанакерта, где также будет зажжен факел единства. В Ардаханском районе Западной Армении, который считается генетическим центром кавказской породы, пчелу, начался сбор натурального меда с цветов и ожидается, что из 45 тысяч ульев будет получено 540 тонн органического меда. Кавказская пчела, живущая в провинциях Ардахан и Ардвин, является пчелой с самым длинным языком. Кавказская пчела отличается способностью забирать нектар из более глубоких частей цветка. Из-за большой площади флоры качество меда довольно высокое. Мед из самых глубоких частей цветов является источником здоровья для людей. Для увеличения популяции птиц на озере Мадатапа планируется построить искусственное озеро и шлюз для поднятия уровня воды. По наблюдению национального парка Дживахети, пеликаны обитают на многих озерах Дживахети, как, например, на озерах Мадатапа, Бугдашен, Ханчали. Однако размножаются они только на озере Хозапени в Корцахе. Как объясняют сотрудники национального парка, причина в том, что там есть острова, где и гнездятся пеликаны и другие птицы. Однако эти острова находятся на острове Западной Армении, оккупированной Турцией. Пеликаны гнездятся по той причине, что чувствуют себя на островах в безопасности. 180 видов птиц временно или постоянно обитают на озерах Дживахети. Среди них и пеликаны. На озере Мадатапа всего один остров, поэтому решено на озере Мадатапа построить еще один. Но перед этим необходимо поднять уровень воды в озере. На данный момент глубина озера 1,40 метров, а ближе к берегу 40 сантиметров. Поэтому решено поднять уровень воды с помощью шлюзов хотя бы на 30 сантиметров. На данный момент оба проекта находятся на стадии проектирования. В аргентинском городе Росарио скончалась последняя в Аргентине очевидница геноцида против армян Асана Саркисян, которую 4 августа исполнилось бы 98 лет. Об этом сообщает издание Диарио Армении. Асана Саркисян родилась в 1921 году в Диарбекире в многодетной семье. Была одной из пяти детей. О резне помнило смутно только то, что турки вырезали всю ее семью. Выжили только мать Агида Аванесян и брат Карапет. В 1926 году Агида вместе с детьми отправилась из Марселя в Аргентину. Здесь она познакомилась с Киракосом, который спасся во время геноцида против армян. Они были женаты, у них было трое детей, 10 внуков и 10 правнуков. Более 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на базе сирийских ВВС. Об этом сообщает 3 августа телеканал Аль Алам. Взрыв произошел во время транспортировки боеприпасов на авиабазе Шайрат в провинции Холмс. По данным канала, число погибших превысило 20 человек. Кроме этого, уточнилось, что многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, из-за чего количество жертв может увеличиться. Агентство САНО сообщало, что причиной инцидента стала техническая ошибка у перевозимых боеприпасов истек срок сохранения. В то же время телеканал Аль Араби не исключает, что произошедшее могло быть диверсией. По данным его источников, погибли около 30 человек. Накануне боевики обстреляли населенный пункт Кардаха в сирийской провинции Латаке, нарушив тем самым установленный режим тишины. В результате атаки террористов из района Джебель-Шахбу погиб один мирный житель, трое получили ранения. Армянский гроссминистр Карен Григорян стал единственным победителем, выступив из девяти возможных со стопроцентным результатом на международном турнире Фамалико Open в Португиалии. Как сообщает о работе АМ, ссылаясь на Chess Fat AM, армянский шахматист показал одновременно коэффициент мощности игры 3103, что является самым высоким показателем в истории шахмат и мировым рекордом. До этого самый высокий результат принадлежал Фабиану Каруану, набравшему 30 098 баллов на кубке Скинфилда. Израильский телеканал «Решет-13» показал видеоролик на иврите об Армении. Как передает Армен Пресс, видео начинается с посещения Горни и представляется историей языческого храма. Экскурсия сопровождается мелодией дудука, звучащей в храме. Ведущая, восхищаясь исполнением, не упускает возможности и самой попробует сыграть на дудуке. Съемочная команда видеоматериала побывала и на вернисаже, где особое внимание было уделено фонтанчику у входа. Тема музыкальных инструментов продолжается и в вернисаже, концентрируя внимание на рукоделии, особенно на коврах. С армянскими фруктами, продуктами и вкусными блюдами ведущая знакомится на одном из ереванских рынков, попробовав традиционный лаваш, ассортимент сыров, фрукты и также овощи. Следующая остановка – одно из любимых мест ереванцев и туристов «Каскад», который очень подробно представлен в видеоматериале. Члены съемочной команды на этот раз испытывают свои способности на танцевальной арене. К ним присоединяется танцевальная группа, представляющая традиционный армянский танец и обеспечивает теплую атмосферу на территории «Каскада». Видеоматериал завершается в вечерней прогулке по Северному проспекту и площади республики. Ведущую сопровождает председатель комитета по туризму Сусанна Сафарян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!